Добрый день, друзья! На часах 15.00 московского времени, а это значит, что мы все сегодня снова собрались в нашей вебинарной комнате для того, чтобы получить долю полезной информации, которая вам поможет двигаться вперед. Еще раз давайте для контроля поставим десяточки, для того, чтобы я поняла, что все, кто сейчас присоединился, а нас уже более 130 человек, то есть порядка в два раза выросла наполняемость комнаты. Ага, все отлично, вижу, что связь отличная. Здорово, здорово! Здорово, я представлюсь для тех, кто меня, возможно, просто еще не знает, не слышал, не видел. Меня зовут Олеся Селезнева. Я сапфировый мастер компании «Армель» и живу я в городе Оренбург. У нас, друзья, приходит весна, сегодня такой солнечный день, уже чувствуется тепло, пробуждается природа, и у меня прямо такое чувство, что хочется идти, парить, рассказывать про возможности. И неспроста сегодня у нас и тема такая очень интересная и для многих наболевшая — это рекрутинг, друзья. Я видела, пока сейчас вот ждала начало вебинара, как вы друг друга приветствовали. Это очень здорово. Действительно, понимая, что мы одна, единая с вами семья, друг друга приветствуем, увидела, что в чате очень много новичков сегодня. Это здорово. Я увидела, что есть такие квалификации, как и 3, и 6, и 9%. Значит, это люди, которые, в принципе, уже строят бизнес и занимаются рекрутингом. Для новичков эта тема будет очень актуальна, потому что одно из самых важных действий, которые мы с вами должны научиться в MLM бизнесе, это рекрутинг, друзья. Если у вас будет эффективный рекрутинг, то в ближайшее время вы и создадите тот пассивный доход, ради которого вообще рассматривают индустрию MLM, ради которого люди оставляют работу по найму и наслаждаются жизнью, и ведут уже совершенно другой образ жизни, общаются с теми людьми, с которыми хотят, путешествуют туда, куда хотят, строят бизнес из любой точки мира. Как вам такая картинка в видении на дальнейшее? Вы хотите? Так. Да, плюсики, здорово! Для тех, кто меня уже знает, вы знаете, я люблю вебинары проводить такие живые, чтобы у нас было с вами живое общение, поэтому время от времени я буду задавать вам вопросы, и просьба очень-очень активно принимать участие в ответах на эти вопросы. Почему? Потому что если вы сейчас полностью погрузитесь в ту информацию, которую я вам сейчас буду давать, а поверьте, друзья, я даю не теорию, я даю практику, потому что за год сотрудничества с компанией Armel в нашей семье есть очень большой прорыв, есть результат, и именно этим результатом я буду сегодня с вами делиться. Поэтому если вы на час времени просто отложите какие-то дела, договоритесь с детками, чтобы они вам не мешали, то наиболее эффективно получив информацию, вы сможете ее реализовать на деле, и у вас уже будет более быстрый и эффективный результат. Итак, следующий вопрос, который я хотела бы задать, перейдя уже непосредственно к теме рекрутинга. Смотрите, все мы понимаем с вами, что рекрутировать людей надо, что именно от того, сколько людей будет в нашей сети, будет зависеть наш пассивный доход. Но у всех ли так легко получать рекрутинг? Или же вы встречаетесь с какими-то возражениями, может быть, вы что-то начали делать, а у вас не получается? Встречаемся. Нет, не всегда получается, нелегко. Так, вот новичок, да? Само собой возражают. Нелегко, часто не получается. Тяжело, не очень. Вот-вот-вот, как раз о том, о чем я и говорила, что каждый из нас, придя в этот бизнес, в первую очередь сталкивается с проблемами, через которые кто-то перешагивает, становится профессионалом и идет дальше, а кто-то на этой ступеньке просто складывает ручки и говорит, нет, это не мое, у меня не получится. Я предложил всем своим знакомым, а их, возможно, было, не знаю, 10-15 человек. Все мне сказали нет и все. Но, друзья, один из секретов нашего бизнеса – победит тот, кто не остановится. Поэтому наша с вами сегодня основная задача – понять алгоритм действий и просто начать это применять. Так вот, переходя к основным проблемам, к которым мы сталкиваемся, возможно, люди с вами не разговаривают. Но есть такие закрытые люди, вы к ним с вопросом, а они вот закрылись, иголки свои выпустили и молчат. Возможно, с вами спорят, а вы начинаете говорить, да нет, ты ничего не понимаешь, да вот именно вот это лучше компания, вот-вот-вот здесь вот лучше маркетинг-план. И начинаете тоже спорить, и в результате человек вообще закрывается и говорит, все, даже вообще мне ничего не говори. Бывает такое у вас? Дальше. Какая еще, пока вы пишете, люди могут вам не доверять или не верить? Вот вопрос доверия – это тоже очень важный момент в проведении рекрутинговой встречи, на то, насколько человек открыт к той информации, которую вы даете. Дальше. Бывает, что вам дают какие-то возражения, которые приводят вас в тупик, и вы не знаете, как на них ответить. Вот мне не надо, не хочу, это не для меня. Да, и вы все, раз, и растерялись, и не нашли, что ответить. Такое тоже бывает, да? И самый парадокс, да, наверное, который я сейчас озвучу, бывает основная проблема, что у вас нулевой рекрутинг, просто потому, что вы его не проводите. Да, друзья, бывает и такое. И говоря, да, вот говорят, говорят, что очередная пирамида и так далее. Да, бывает такое. Причины бывают какие, да? Это ваши страхи и неуверенности. То есть зачастую мы, да, как новички в этом бизнесе, ну, всё знаем за тех людей, которым пытаемся предложить. Мы знаем, что они ответят, мы знаем, что они скажут, это не для меня. Или там ещё 33 причины, и мы просто боимся им сказать. Вот этот ваш личный страх, и с этим страхом нужно просто научиться бороться. Здесь просто работа над собой. Каким образом это добивается, мы об этом частично с вами сегодня поговорим. Но основной козырь – это ваша убеждённость, друзья. А убеждённость, она появляется со временем посещения вебинаров. Вот сегодня вы тоже получите порцию убеждённости, потому что вы получите ценный, полезный контент. Убеждённость вы получаете на мероприятиях компании. Это могут быть открытые презентации, это могут быть форумы активных партнёров. Вот волна этих форумов прошла недавно. Это грядущая череда саммитов мастеров. Это премиумы. То есть вот от события к событию вы накапливаете опыт, знания и убеждённость. Чем больше у вас убеждённость и уверенность в том, что вы делаете, тем больше вы обречены на успех. Вот простой вам такой тест. Когда вы слушаете меня, допустим, или любого лидера, у которого есть уже результат, складывается впечатление, что «Ой, это какая-то пирамида», или «Ой, я не знаю, получится или не получится у неё». Нет, нет, конечно же нет. То есть вы понимаете, что у этого человека, который даёт информацию, есть стержень, есть видение, есть результат, за которым хочется идти. Согласны? А это приходит именно только путём того, что я сейчас перечислила. Поверьте, год назад у меня не было этого видения, у меня не было опыта, и первое, что я сделала, я поехала на премиум и получила там уже долю убеждённости. Приехала, начала делать, получила какой-то результат. Дальше было следующее событие, я опять на него поехала, опять получила долю убеждённости. И так от события к событию. Это ещё один секрет, которым я сейчас с вами поделилась из личного опыта. Итак, причина в отсутствии навыка. Навык – это то, что вы умеете делать. То есть это знание, это опыт, и это жажда делать это. Вот если в совокупе у вас будет знание, то, что мы сегодня с вами получаем, опыт, он только приходит со временем, да, со временем проведения встреч. И третье, наверное, самое важное, это жажда делать это. Вот когда у вас глаза горят, сердце горит, вы искренне чего-то хотите, это приведёт вас к успеху. Буквально сегодня я оформила новичка, и как раз говорила, с чего я начинала. Я начинала с того, что я просто звала на идею. Я вот увидела, да, меня озарило, и я просто на телефоне людей рекрутировала, и у меня оформлялось по 20 и более человек в первую линию. Вот, поэтому... так, немножечко отвлекаюсь на ваши комментарии, постараюсь этого не делать по мере возможности. Если у вас останутся вопросы, я просто в конце отведу небольшое время для их ответа, да? Вот, поэтому смотрите, что нам нужно сегодня с вами уяснить. Нам нужно с вами уяснить, что переговоры – это важный навык. Да, что такое навык, мы с вами уже поняли. Прям рекомендую, либо делайте фотоэкраны, либо возьмите карандаш, ручки, листочки и записывайте основные фразы. Что такое навык? Вы это поняли. Это знание, опыт и жажда действовать. И переговоры, друзья, это не перезентация, это не продажи, а переговоры – это эффективный диалог. Насколько эффективно и правильно проходит он, заключается успех проведения рекрутинговой встречи. Вот в 90% случаев правильно проведенная встреча, эффективный диалог, он приносит вам нового партнера, либо клиента компании. Так, я не знаю, где искать нужных людей, как писать без спама. Спамом, друзья, вообще нельзя заниматься. Вот вообще, это метод, который уже умер в интернете. Если вы начинаете писать спам-приглашение, вас ставят в одну линейку с теми предложениями, которые уже люди просто не воспринимают. И уже на этой ступени человек вам отказывает. А возможно, это был бы ваш активный партнер. Поэтому никакого спама проконсультируйтесь с вашим вышестоящим спонсором активным. Как рекрутировать без спама? Мы сегодня будем говорить о работе касательно на земле. Сразу вам скажу. Наталья, вот как раз сегодня вы на вебинаре, и я с вами делюсь тем, как же рекрутировать по 20 и более человек в первую линию. У нас есть прекрасная система обучения, курс-запуск, который идет по четвергам. Поэтому никогда не нужно винить, допустим, спонсора, что он мне что-то, что-то там не говорит, он мне не подсказывает. Ищите активных спонсоров вышестоящих. Посещайте вебинары, посещайте мероприятия компаний, и все у вас будет в шоколаде. Итак, мы продолжаем. Сейчас мы с вами рассмотрим стратегию проведения рекрутинговой встречи. Настраиваю вас на принятие важной информации. Друзья, вы готовы? Давайте не будем сейчас писать, кто вам что сказал и так далее. Все подсказки будут, Наталья, сегодня. Внимательно слушаем, поглощаем в себя информацию, а все уже возражения будем работать с ними уже непосредственно со спонсорами. Либо на что успею, отвечу вам сегодня. Договорились? Все, отлично. Раз готовы, пишем. Самое важное в рекрутинговой встрече – это определить цель. Определить цель. Для этого нужно сделать небольшое, мне, но очень-очень важное вам пояснение. В желаниях людей, друзья, кроется энергия нашей активности, энергия для каких-то действий. Если желание человека сильное, если оно действительно истинное, вот-вот-вот позарез уже надо, да, вот до такой степени, то появляется энергия для действий. И тогда нет таких отговорок, что «Ой, там у меня дети, мне спонсор не подсказывает». Все самые важные ответы на мои вопросы я находила сама. Вот поверьте, может быть, кто-то сейчас в это не поверит, может, это парадоксально звучит, но я целый месяц трезвонила своей вышестоящей спонсорской линии и добивалась ответов на свои вопросы, не виня никого. Может быть, ваш вышестоящий спонсор не такой активный, может быть, он не знает ответа на ваш вопрос, но ничего страшного, но есть же действующие лидеры, которые, поверьте, они просто могут не знать, что в глубине есть человек, которому что-то непонятно. Но он никогда не откажет вам, если вы напишите вопрос или позвоните и так далее. Итак, человек стремится осуществлять свои желания и начинает действовать. И наглядно я вам записала, что это выражается в формуле «Желание равно энергия». Исходя из этого, друзья, мы можем сформулировать цель рекрутинговой встречи. Итак, первое – это выявление истинных желаний человека. Далее мы предлагаем сотрудничество с компанией, но как способ достижения желаемого. То есть для человека мы должны показать, что Армель, Армель, компания Армель – это инструмент для достижения его цели. Понимаете, о чём я говорю? То есть мы предлагаем сотрудничество с компаниями как способ, как инструмент достижения желаемого. То есть мы сначала его выслушали, что ему необходимо, а потом ему показали, как бы раскрыли карты и показали, как же это можно сделать. Чуть дальше будут у вас фразы, с которых можно начинать. Сейчас я вам даю, скажем так, алгоритм проведения встречи. И третий момент – мы разрабатываем план активных действий. Самый главный секрет успешного подписания, друзья, я опять делюсь секретами, главный секрет успешного подписания заключается в том, чтобы найти истинные желания человека, того, кого вы хотите пригласить в бизнес. Очень часто мы делаем ошибки, мы свою цель выставляем главной и начинаем вот всё выкладывать, навязывать своё видение, свою точку зрения. Не нужно этого делать, человек не услышит вас. Он услышит сразу, пусть даже интуитивно, вот этот вот корыстный посыл, и он вам скажет «нет», хотя, возможно, он сказал бы вам «да». Поэтому только истинное желание человека. Вот много встречаю партнёров, которые делают ошибки, особенно, допустим, вот в момент проведения какой-то акции. Люди начинают чуть ли не давать в долг эти папки, уговаривать, вот ты только подпишись, да я тебе подарок подарю. Не нужно этого делать, это будет ваша цель. Возможно, да, вы получите партнёров, но вы получите неактивного партнёра. Вы свою цель ставите выше, чем цель своего человека, которого приглашаете. А знаете, в чём заключается именно лидерство, да? Когда вы помогаете человеку достигнуть результата, вот тогда он точно скажет «слушай, спасибо тебе огромное, я благодаря тебе понял, как зарабатывать деньги». Вот когда человек в кармане почувствует первые денежки от совместно проделанной работы с вами, тогда этот человек всегда будет с вами. Вы согласны? Поставьте десяточки для тех, кто понял, о чём я сейчас говорю. Супер, супер, здорово! Таких много, значит, я понимаю, что вы меня слышите и делаете правильные выводы. Спасибо, друзья, за такую активную связь. Вы суперклассная аудитория, и мне с вами сегодня очень легко и комфортно. Спасибо вам большое. Итак, третий момент. Не помню, говорила или нет. Нужно разобрать план активных действий, да? Об этом мы тоже немножечко позже проговорим. Итак, сейчас мы поговорим теперь уже о принципах проведения рекрутинговой встречи, да? Что же нужно делать для того, чтобы эту встречу осуществить? Итак, смотрите, рекрутинговая встреча. Давайте сделаем понимание, что это такое. Это встреча лидера, возможно, вашего спонсора, да? И дистрибьютора с потенциальным партнёром. То есть это такая встреча два на один, где есть, допустим, вы, ваш спонсор активный и потенциальный партнёр. Либо это встреча, где только вы и ваш потенциальный партнёр. Но такие встречи, как два на один, они проходят всегда эффективнее. Потому что, опять же, вот секрет для тех, кто говорил, я только новичок, а вот спонсор со мной не делится. Да просто заставьте свою спонсорскую линию работать на вас. Скажи, помоги, спонсор. Я вот не знаю, мне не хватает информации. И тогда, если вы находитесь в одном городе, вы организуете встречу, вы делаете построение на спонсора, приглашаете своего кандидата, при этом рот на замок, и ваш спонсор сделает всё, чтобы этот человек стал вашим партнёром. Вы скажете, ну, конечно, говорит она здесь нам такие вещи, а если я в другом городе, вообще это не проблема. Я рекрутирую людей в различных городах и странах, и мы делаем это уже вместе с партнёрами. Знаете как? Так, посредством скайпа можно сделать групповой звонок, опять же, встреча 2 на 1, либо можно также сделать видеоэкран. Сейчас вот это вообще не причина не делать. Сейчас настолько развита техника, что как вот маму и там, и тут показывают. Вот. Если спонсор сам не работает. Если прямой ваш спонсор не работает, я ещё раз повторю, ребят, услышьте меня. Можно всегда найти вышестоящего спонсора. Я лично задавала вопросы всем. И Артёму Тимофееву. Если он там чего-то не знал, хотя редко такого было, но может быть мне нужен был другой совет. Я писала, звонила Енине Еремеевой, я писала там ещё выше. Я своего спонсора непосредственного дёргала, но если она не могла ответить, я понимала, что нет у неё этой информации. Я шла выше. И никто из вышестоящих лидеров, ещё раз повторю, вам не откажет в консультации и в помощи. Просто нужно такого активного спонсора найти. Они не всегда идут навстречу. Мария, не поверю. Вот не поверю. Вот, всё, разобрались. Надеюсь, с этим завершили, да, что не всегда идут на связь. Может быть, не всегда идут на связь, если заняты. Но при первой же возможности человек всегда ответит. Вот всё, тему эту закрываем. Все помогают и даже параллельки. Согласны? Согласны. Итак, что такое рекрутинговая встреча? Мы определились. Второй момент. Приглашая людей в бизнес, мы должны умело использовать массовую и индивидуальную мотивацию. Давайте здесь я вам поясню, что это такое. Например, мы пригласили с вами человека на презентацию. Он пришёл, ему всё понравилось. После этого в обязательном порядке, друзья, в обязательном порядке нужно найти время и договориться с ним об индивидуальной встрече. И уже на этой встрече ответить на вопросы и, скажем так, подвести итог, завершить сделку. Если же наоборот, мы сначала пообщались лично, то для усиления желания работать с нами мы должны пригласить его на массовое мероприятие. Как я люблю людям говорить, прочувствовать нужную атмосферу, понять, с какими людьми тебе предстоит двигаться вместе. Это взаимодополняющие и усиливающие друг друга методы работы во время рекрутирования, то есть во время подписания человека. Да, совершенно верно. Во вторник это может быть презентация, это могут быть какие-то открытые презентации, которые проводят в ваших городах, причём это могут быть и параллельные структуры. Сейчас мы никому не отказываем. Пожалуйста, договаривайтесь у тех, у кого есть офисы. Не знаю таких историй, когда, например, человек позвонил, попросил, можно ли присутствовать на открытой презентации, да почему нет. Делаем общее дело. Пожалуйста, приходите, но нужно знать, что вы хотите это сделать. Вот. Про массовую и индивидуальную мотивацию всем понятно? Поставьте десяточки. Алексей, как проводить встречу? Мы сейчас подойдём к этому пункту. Так, всё здорово, все поняли. Дальше. Время общения. Здесь может быть всё по-разному. Вот сегодня я даю вам конструктив, и вот такая встреча не может пройти 10-15 минут, такая встреча может длиться и 40 минут, и час, да. С теми аспектами, которые мы будем с вами рассматривать. В среднем, в среднем, чаще всего это 20-25 минут. Опять же, повторюсь, возможно, вам потребуется и полтора часа, в зависимости от того, насколько человек готов воспринимать информацию, да, насколько максимально он хочет разобраться в предложении, от того, сколько он будет задавать вам вопросов. Это всё складывается в это время. Но не старайтесь на первой встрече выложить всё, что вы знаете. Ещё один из секретов – это правильное умение выслушать и ответить на тот вопрос, который вам задали. Потому что есть масса примеров, когда люди говорят, вот я проводила встречу, проводила её 3 часа, и человек отказался. Да потому что он просто перезагрузился, он испугался, и он сказал, ой, нет, это не для меня. Поэтому не старайтесь на первой встрече сказать всё, что вы знаете. Отвечайте на те вопросы, которые человек задаёт. Следующий момент, где проводить встречу. Опять же, да, это может быть офис. Если нет офиса, если вы только начинаете, это не самое главное условие для того, чтобы рекрутировать людей. Повторюсь, я офис открыла буквально, наверное, не раньше, чем через полгода сотрудничества с компанией. До этого я использовала скайп, я использовала телефон, и я использовала кафе, потому что не было у нас офиса в Оренбурге вообще. То есть вы всегда имеете возможность человека позвать на чашку чая, в уютное какое-то место, и с ним поговорить. А сейчас, друзья, с появлением кофе, звать на встречу гораздо проще. Вы говорите, идём на встречу, кофе с меня. Заказываете кипяточек, да, и проводите встречу. Про Наталью, про рассылку я рассказывать не буду, потому что ей я не занимаюсь. Я не работаю методом спама, я не приглашаю шаблонными фразами, я работаю с каждым человеком индивидуально. Вот так. Итак, при выборе места самое главное, чтобы это было безопасно, удобно, да, и чтобы вы могли туда прийти в имидже. Потому что на первой встрече у человека складывается уже впечатление, да, как вот мы приходим на встречу, посмотрели на человека и сделали вывод. Поэтому если место удобное, да, удобное расположение, всё ему комфортно, может быть, даже надо обращать внимание на такие вещи, как парковка автомобиля, потому что если он приедет на автомобиль, а парковаться будет негде, то, возможно, это вызовет негатив. И уже как следствие негатив на вас и на компанию в целом. Вот, поэтому учитываем этот момент. Следующий момент. Приглашать на встречу нужно всех, кто есть в вашей базе потенциальных партнёров. Про это я уже говорила, долго останавливаться не буду, потому что хочется как можно больше вам дать информации. Ни за кого не решаем, просто всех приглашаем. Вот даже какой-то у меня стишок родился. Ни за кого не решаем, просто всех приглашаем. И, конечно, проводить рекрусинговую встречу индивидуально с каждым человеком. То есть всё-таки вот у меня из опыта эффективнее проходят именно индивидуальные встречи. Допустим, пригласили на презентацию, а на индивидуальные встречи уже доработали человека, ответили на вопросы. Лучше, если это будет формат 2 плюс 1, где присутствуете вы, ваш спонсор и ваш клиент. С этим понятно. Двигаемся дальше. Спасибо, Оля, большое за такой отзыв, что меня слушать. Приятно. Итак, тогда переходим к следующему этапу. Так, рекомендуемая последовательность проведения рекрутинговой встречи. Итак, вы пригласили человека, он пришёл. И первое, что мы должны поприветствовать человека, создать позитивную атмосферу, возможность сделать какой-то комплимент. Как правило, мы начинаем приглашать кого? С кем давно учились, да, с кем, не знаю, давно не виделись, может быть, где-то жили с соседями. Приглашать, друзья, просто, просто на чашку кофе. Слушай, давно не виделись, приходи. Да, это вот я отвечаю на вопрос Алены, где я беру людей. Либо, когда мы работаем методом тестирования, анкетирования, мы делаем приглашение, обмениваемся контактами и приглашаем человеку. Поэтому спам вообще здесь ни при чём. То есть, если мы с человеком давно не виделись, и он пришёл, можно какой комплимент сделать? Слушай, давно не виделись, при этом ты так здорово выглядишь, вообще нисколько не поменялось там или не поменялся. То есть, уже человеку будет приятно. Иногда мне очень нравится начинать встречу просто с вопроса. Слушай, так рада тебя видеть. А ты вообще почему пришла? Да, и здесь важно закрыть рот и выслушать человека. Часто такой вопрос в стопор вбивает человека, потому что он говорит, ну ты же позвала, я и пришла. Да, говорю я, но ты же могла и не прийти. То есть, что-то же тебя побудило, и человек говорит. Ну, возможно, он говорит, да, слушай, я просто долго там наблюдаю за тобой, вижу, что у тебя всё так классно развивается, что какие-то духи, пришла узнать. Мне нужен там дополнительный доход, к примеру. Всё, вы уже понимаете, что человеку нужны деньги, и вы уже Армель позиционируете как инструмент. Как на этом инструменте человек может заработать? То есть, предлагаем решение его проблемы. А возможно, ему не нужны деньги. Он скажет, слушай, я слышу много классных отзывов о парфюмерии Армель, и мне вот стало интересно. Всё, вы понимаете, не бизнес человеку нужен. Ему нужен продукт. Но вы можете его пригласить в компанию как клиента компании, как умного покупателя, да? И при этом, если вы начнёте его грузить бизнесом, вы потеряете этого человека. Понимаете? Поэтому очень важно... Ну, вот этот вопрос у меня, он работает на тысячу процентов. Почему ты пришла? Всё, человек рассказывает. Потом вы делаете... Присоединение, да? Допустим, коротенький рассказ о себе. Или же вы можете представить спонсора, сделать на него построение, и при этом всё, закрыть рот и слушать, что будет происходить дальше. Дальше вы определяете потребности. Чуть позже я вам дам опросник, который вы можете использовать, опять же, друзья, повторюсь, не как шаблон. Это абсолютно не мой шаблон. Я просто привела те примеры вопросов, которые можно задавать на встрече. Это ни в коем случае не шаблон. У меня шаблонов нет. Мои партнёры всегда меня просят, ну дай, ну дай шаблон. Нету, никому не даю. Всё индивидуально. Всё индивидуально. Но есть, скажем так, алгоритм проведения встречи, на который вы всегда можете опираться. Опросник чуть-чуть будет позже на слайдах. Дальше вы презентуете возможности, используя инструменты. Опять же, здесь в течение буквально пяти минут можно показать папочку, сказать, что это некий такой парфюмерный бар, который ты можешь у себя иметь дома, иметь возможность использовать каждый день разный аромат, а не быть всегда одинаковый, иметь возможность приобретать ароматы выгодно, то есть быть умным покупателем, при этом просто открыть, показать, какой человек почувствует аромат, всё ему уже интересно. Вот, друзья, буквально 2-3 минуты. Не нужно делать полную, обширную презентацию. Для этого у нас есть открытые встречи, на которых мы делаем подробные презентации. Здесь нужно показать именно идею, на что вы зовёте, да, какую возможность вы показываете. Следующее, демонстрация возможностей, то есть здесь, если вы находитесь на встрече со спонсором, то хороший результат дают какие-то истории, результаты, чеки. Я никогда не стесняюсь показать свой кабинет, если действительно человек проявляет интерес, если он разбирается в цифрах, всегда открываю ему свою личную страничку и показываю статистику, как у меня рос бизнес. Поверьте, я общаюсь с людьми, скажем так, разного уровня, как с новичками, так и с лидерами других компаний. И не нужно здесь бояться, не нужно думать, ой, я сегодня новичок, а она там лидер Арифлейм, ну что же я ей скажу? Мне было достаточно нескольких месяцев, и когда у меня была статистика такова, что, допустим, в первый месяц я зарекрутировала там 26 человек, мой чек был со структурой 6 тысяч рублей, на второй месяц я также оформила в первую линию 25 человек, но уже пошла дубликация в команде, и мой чек был 69 тысяч рублей, представляете, во сколько этот раз? И когда успешный лидер, может быть, даже в кавычках другой сетевой компании видит эту статистику, вот здесь происходит интерес к проекту. Я не говорю каких-то общих фраз, что наша компания самая лучшая, что у нас лучший маркетинг-план, что у нас лучшие духи, не это суть. Суть в том, что это инструмент, который работает здесь сегодня и сейчас. И те люди, которые мне говорили, что они супер-лидеры, что у них большие структуры, что они выходят на хороший доход, когда я просила открыть их кабинет, оказалось, оказывалось, как правило, что они в бизнесе более 5 лет, и их чек 20-30 тысяч рублей. Я тогда задавала вопрос, и что это та цель, ради которой вы пришли в MLM-индустрию, и всё, у вас завязывается разговор, человек начинает разбираться. Да, такие люди не сразу приходят в бизнес, но, тем не менее, если они приходят, то приходят конкретно. Знаю очень много сейчас людей, которые недавно пришли и достигли уже колоссального успеха. Я наблюдаю за ними, радуюсь и сама бываю на их же школах. Вот, по-моему, Оля Лисовол присутствует в этом чате. Просто восхищаюсь этим лидером, человеком, и знаю, что она пришла из другой сетевой компании. Правильно же? Вот, поэтому история и результаты чеки это подтверждение ваших слов. То есть вы не просто говорите, вы подтверждаете. Я всегда говорю, что я люблю факты и цифры. Если в кабинете хвастаться нечем, не хвастаться, друзья, я делаю это не для того, чтобы похвастаться, немножко неправильное слово, всегда используйте своего спонсора. Я об этом уже, по-моему, говорила сегодня очень-очень много раз. Пожалуйста, услышьте меня. Вы зовете на результат команды. Пока у вас нет результата, вы зовете на результат команды, вы зовете на результат своего спонсора. Разобрались? Дальше вы, следующим пунктом, вы отвечаете на вопросы и работаете с возражениями. Здесь, друзья, скажу, что работа с возражениями – это отдельная тема, большая. Сегодня я ее вам дать не успею, потому что у нас уже остается 20 минут времени, а мне нужно еще дать вам огромный пласт информации. Но каждый четверг у нас проходят школы, где именно будет такая тема, как работа с возражениями, где будут проговариваться основные возражения и как на них отвечать. Я вижу, что вы задаете очень много вопросов, у вас вопросы правильные, но не все они немножечко по сегодняшней теме, поэтому я не могу полностью, на все 100% сегодня вам ответить. «Начинающим как быть?» «Спонсора нет рядом» ответила уже на этот вопрос, друзья. Ищем активного спонсора. Так, и дальше мы переходим к подписанию, к соглашению, к договору, уже начинаю заговариваться, и расписываем действия, что нужно делать дальше. Итак, с этим понятно, друзья? Последовательность рекрутинговой встречи. Поставьте, пожалуйста, десяточки, если вы поняли то, о чем я вам сейчас, вот этот блог. Отлично, супер, идем дальше. Как вы думаете, давайте немножечко отдохнем от информации, немножко с вами поразмышляем, что мотивирует людей вообще подписать контракт и работать в МЛМ? Как вы думаете? Какие цели могут быть достигнуты в МЛМ? Вот что, какая причина должна послужить толчком человеку, чтобы он пришел зарабатывать? Долги, так, получать деньги, мечты, нет начальства, доходов, ценность в жизни, так, кредит, ипотека, маленькая зарплата. Совершенно верно, друзья. Свобода исполнения желаний, лучшая жизнь, заработать дети. Так, 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 прям быстро-быстро все побежало. Так, сейчас. Так, 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 так. Нужда в деньгах. Быстро повысить уровень жизни. Да, друзья, все вы верно пишете. Абсолютно все те аспекты, которые вы называете, они движут, да. Это и желание иметь деньги, это экономия на ежемесячном приобретении товара, да. Это может быть и расширение круга общения, это может быть возможность двигаться по карьерной лестнице, да. Сегодня вы новичок, через полгода, год вы топ-лидер. Может быть возможность быть полезным людям, да. Это может быть обучение доступное, почему бы и нет. Это и финансовая независимость, да. Возможно, кому-то нужно признание, подарки, поощрение, там, получать похвалу и так далее. Возможно, создать семейный бизнес, да, потому что у нас сегодня очень много примеров, когда начинает жена, подключается муж, или наоборот. Поэтому всё-всё мы с вами правильно назвали. И если подытожить, да, скажем так, что же мотивирует людей подписывать контракт и работать в МЛМ, это первое желание, это потребности и решение проблем. Заметили? Вы прослеживаете такую ниточку, что об этом мы должны с вами выяснять на встрече, да, о желаниях и потребностях и предложить человеку решение проблем. Согласны? Согласны. Отлично. Тогда идём дальше. Итак, как я вам говорила, вот он тот самый опросник для выявления истинных потребностей, но опять же, друзья, не копируйте этот текст и не рассылайте его просто как шаблон. Это не шаблон. Десять восклицательных знаков. Это лишь те вопросы, которые могут вам помочь выявить потребности человека. Ещё раз. Это вопросы, которые могут вам помочь выявить потребности человека. Это вы можете использовать при личной встрече на земле. Это вы можете использовать при скайпе. Вот вы спрашивали, как через скайп, да? Эти же вопросы вы можете использовать для работы в соцсетях. Но это должно быть общение. Когда вы задружились с человеком, узнали, кто он, что он, а потом ему предложили. Я всегда говорю, слушайте, а почему бы нам не созвониться и не пообщаться? Понимаете? И никакой здесь спам не нужен. Потому... Ну, уже не буду говорить, да, что если вы кинете это в шаблон, ну, в 90% случаев это не работает. У меня есть тоже видео, посмотрите, как работать в соцсетях. Есть у нас шикарные школы наших лидеров, поэтому слушайте, обучайтесь, и у вас не будет возникать таких вопросов. Итак, давайте прям пробегусь, да? Можно у человека узнать, кто вы по профессии, да? Нравится ли вам то дело, которым вы занимаетесь? Если да, чем бы вы хотели заниматься ещё? Если нет, чем бы вообще человек хотел заниматься? То есть вообще нужно понять, что человеку интересно. Возможно, у вас будет общий интерес, например, не знаю, вы любите собак, вы разводите собак, возможно, вы любите путешествовать. Это же тоже уже общие интересы. Вы можете уже на этом этапе стать с людьми интересными, вы можете подружиться, да? А потом, как продолжение вашего общения, вы можете предложить ему сотрудничество. Очень часто с этого начинается. Возможно, вы, не знаю, там, мама в декрете, возможно, у вас есть увлечение, хобби, там, спорт. Может быть, вы любите природу, шашлык и так далее. Понимаете, да? Можно уточнить, сколько вы зарабатываете или сколько хотели бы зарабатывать, чтобы понять вообще, ну, с какими амбициями приходит человек и реально ли его желание. Потому что бывает и такое, что человек говорит, я в первый месяц хочу зарабатывать 200 тысяч и более. Ну, понятно, что здесь у нас не какая-то финансовая пирамида. У нас продуктовая компания, и здесь мы не можем с первого месяца начать зарабатывать быстрые деньги. То есть это человек тоже должен понимать и должен уяснить. Какая сумма дополнительного заработка интересует человека, да? Как бы вы ей распределились? То есть у вас эти вопросы не должны звучать как допрос, а вы просто можете их использовать в ходе беседы, да, для того, чтобы познакомиться с человеком. Надеюсь, вы это понимаете. Так, вы бы хотели распоряжаться своим временем и на что бы вы тратили, да, свободное время, если оно у вас было бы? То есть, возможно, человек вообще даже задумывается о том, да, может быть, и не задумывался о том, потому что у него нету этого свободного времени, можно затронуть тему жилья, да, устраивает ли вас жилье, в каких условиях вы хотели бы жить. Так, следующий, так, есть ли автомобиль, устраивает ли он вас, о каком автомобиле мечтаете? То есть, понимаете, эти вопросы все вам послужат по тому, что у нас есть автопрограмма, да, это уже как реализация, да, их желания на инструмент армей. Устраивает ли вас, как вы отдыхаете, да, интересно, где бы вы хотели отдыхать и так далее. Узнайте про семью, есть ли дети, да, потому что вот для меня дети – это самая большая мотивация. Если дети что-то просят, то я стараюсь сделать так, чтобы у наших детей это было, а это является самой большой мотивацией. Как правило, у кого есть дети, есть проблемы с жильем, да, всегда можно расширить жилье. Это вопрос образования, да, то есть сегодня есть масса различных школ, студий, личных, допустим, педагогов, на которых тоже нужны деньги, да, это и секции и так далее и тому подобное. То есть задайте вопрос, где ваши дети учатся, в какие секции ходят, а куда бы вы водили, да, если бы была возможность. И один из таких аспектов можно сказать, слушай, если я покажу тебе, как действительно можно осуществить твои желания, то есть решить те проблемы, о которых сейчас ты говорил, готов взять на себя ответственность и начать действовать, да, то есть вы плавно подводите к тому, что вы на ответе, да, можете провести там небольшую презентацию, опять же небольшую, да, достать папочку, показать идею, как на этой идее можно реализовать всё то, о чём он говорил, и говорить саму идею бизнеса. И ещё раз повторю, что все первые партнёры, которые подключались ко мне, это были другие города, и именно они приходили на идею, они говорили, а почему бы и нет, слушай, да, это классно, это интересно. Дальше вы отвечаете на вопросы, работаете с возражениями, и в идеальном случае происходит заключение сделки. Друзья, с этим понятно? Разобрались с этими вопросами? Они вам понятны? Легко же их задать? Супер, 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 всё, спасибо вам за ответы. И смотрите, плавно переходя к тому, сейчас мы с вами разобрали, да, мы с вами поняли стратегию проведения рекрутинговой встречи, мы разобрали с вами принципы проведения рекрутинговой встречи, встречи, мы с вами ответили на те вопросы, почему же человек вообще должен прийти в МЛМ, да, как сделать так, чтобы он пришёл в эту шикарную индустрию. Мы поняли, как выявлять потребности, с помощью каких вопросов, да, и теперь я вам просто не имею права не сказать о той возможности, которая, друзья, есть абсолютно у каждого партнёра, который уже зарегистрирован в компании, те, кто, возможно, зарегистрируется в ближайшие дни, а именно это весенняя акция, да, рекрутинговая акция, которая действует до 20 марта, и у нас с вами есть ещё целых 5 дней, чтобы вырасти самим, вырасти вашу команду и заработать больше денег. Это акция 3 плюс 1. Скажите, вы знакомы с этой акцией? Есть те, кто её уже выполнил? Кто выполнил, поставьте единички. Да, уже выполнила. Супер. Анжела, Ольга, слушайте, здорово. Почему 5 дней? Потому что она действует до 20 марта, а сегодня у нас 15 марта, да? То есть остаётся 5 дней. Правильно же? Щедрая акция. Итак, для тех, кто выполнил, вы супер, вы молодцы. Можно выполнять второй и третий раз, да? А для тех, кто не знает про эту акцию, допустим, вы новичок, впервые слышите спонсор, не сказал вам, зажал эту информацию, хотя есть у нас у всех кабинеты, и эта информация есть везде и на официальных страницах компании. Итак, мы регистрируем трёх новых дистрибьюторов в первую линию, в период с 1 по 20 марта, и компания дарит вам папку с образцами ароматов. К тому же этот набор стартовый содержит регистрационный вход. То есть это полноценная папка, которую вы можете использовать для регистрации ещё одного партнёра. При этом учитываются апгрейды ваших клиентов до статуса дистрибьютора. То есть, например, если у вас есть в структуре человек, который зарегистрировался на VIP-клиента, но он до 20 марта переходит на папочку, то есть делает апгрейд. Это тоже учитывается в акцию. Представляете, как здорово! Таким образом, друзья, я вам хотела сказать о выгоде. То есть любая акция, она несёт всегда смысл. Для чего нам её делает компания? Смотрите, во-первых, регистрирую трёх человек и получаю папку в подарок, регистрирую ещё одного человека. На рекрутинговом бонусе мы зарабатываем сразу 2000 рублей. То есть 500 рублей за каждого человека. 3 плюс 1 – это 4 человека. То есть 500 рублей за рекрутинг. Итого 2000. Плюс вам в подарок приходит эта папка. Она стоит 2350 рублей. Соответственно, выполняя эту акцию, вы сразу зарабатываете 4350 рублей. Здорово же! Согласитесь, что за эти деньги кто-то работает полмесяца на начальника, при этом очень рано встаёт, чем-то недоволен и так далее. А вы можете, дав возможность людям, допустим, экономить, либо начать своё дело, либо построить большой бизнес, уже сразу заработать такие деньги. Причём, выполняя второй раз эту акцию, вы получаете две папки. То есть вы уже, соответственно, не 4350, а 8700 зарабатываете. Опять же, люблю всегда говорить про свой результат. Вот кто-то говорил, хвастаться. Если я рекрутировала 20-30 человек в первую линию, то есть считайте, что только на рекрутинговом бонусе я получала там более 15 тысяч рублей. И это здорово для новичков, это очень здорово. Но, друзья, это ещё не всё. Это ещё не всё. Помимо того, что вы сразу зарабатываете деньги, вы ещё увеличиваете свою команду. И помните то, о чём я говорила, что у нас близится череда саммитов, и у нас есть ещё одна прекрасная акция, акция 5+. То есть, если вы правильно запускаете человека, если вы ему с первых шагов говорите, слушай, если ты пришёл в бизнес, нужно стартовать правильно, быть в центре событий, и говорите ему о саммитах, делаете так, чтобы он принял правильное решение и поехал в один из городов, вы выполняете, вы становитесь участником акции 5+. То есть, допустим, три человека оформили, рассказали им про саммиты, и ещё позвали двух человек, тех, которые у вас есть в команде, то вы выполняете промоушен 5+, и попадаете на закрытый авторский тренинг Вячеслава Демидова и Александра Шудеговой. Я думаю, что не нужно говорить, кто это люди, да, какую ценность и полезность они могут дать вам на сегодняшний день. Бесспорно, попадая на такой тренинг, вы ускоряете свой бизнес, я не знаю, на тысячу, на две тысячи процентов, и давайте, чтобы немножечко вселить в вас вот этот вот драйв, я вам сейчас включу на такой завершающей нотке, ещё чуть-чуть, конечно, у нас с вами времени есть, я вам включу ролик, и вернёмся к этой акции. Договорились? Спасибо. 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 Так, раз, два, три, звук есть? Друзья, прошу прощения, это я не нажала на микрофон после ролика. Я с вами тут уже беседу вела. Смотрите, сейчас, после просмотра этого ролика, вы лично получили приглашение на такие саммиты. Могу сказать, что наша семья будет как минимум в двух городах, это Астана и Краснодар. Вот, для тех, кто сейчас находится в этой вебинарной комнате, скажите, друзья, кто из вас принял решение быть на саммите, кто принял, кто, возможно, уже купил билет, и самое главное, самое главное, кто принял участие вот в этой акции 5+, поставьте, пожалуйста, пятёрки. Я-я. Москва, Краснодар. Ага, так, пошли пятёрочки. Так, не знаю, друзья, почему у кого-то нет звука. Новосибирск. Итак, в принципе, вижу, что многие из вас приняли правильное решение, да. Поймите, для тех, кто сейчас примет участие в этой акции, 3 плюс 1, да, акция весеннего рекрутинга, и акция 5+, которая будет вот в череду саммитов, вы все ускоряете свой бизнес на 100%, потому что именно на таких мероприятиях рождается ваше лидерство, рождается понимание, как, с чего начать. Вы получаете точный алгоритм, что нужно делать. И самое важное, самое важное, что вы берёте ответственность за своё принятое решение, за свои слова, потому что если едете вы и с вами едет команда, пусть даже из пяти человек, у вас уже появляется ответственность, что это нужно делать, да, назад пути нет. Вот именно этого я вам желаю. Я желаю вам принять правильное решение. Я желаю вам быть на саммитах с большими командами. Я жду с вами встречи. Вот, я благодарю всех тех, кто был сегодня в этой вебинарной комнате. Я приглашаю вас на вечернюю школу, которая будет в 21.00 по Москве. И что, до новых встреч, друзья! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok